Дочь короля Шотландии Якова V и французской принцессы Марии де Гис, Мария Стюарт, родилась 8 декабря 1542 года. Спустя шесть дней после рождения Марии Стюарт, ее отец, не вынесший унизительного поражения шотландцев от англичан при Соло и Моссе и недавних смертей двух его сыновей, скончался. Кроме Марии, у короля не осталось законных детей, а поскольку к тому времени в живых уже не было никого из прямых потомков по мужской линии первого короля из династии Стюартов Роберта II, Мария Стюарт была прозглашена королевой Шотландии. Судьбу Шотландии самой Марии решали регенты, которые летом 1543 года, когда королею было всего несколько месяцев, заключили гринвический договор, в соответствии с которым Мария должна была выйти замуж за сына короля Англии, Генриха VIII, принца Эдварда. Это означало фактически объединение Шотландии и Англии под властью одной королевской династии. Однако вскоре между Англией и Шотландией вновь вспыхнула война, в которой на стороне шотландцев выступил влиятельный союзник, король Франции Генрих II. После этого судьба маленькой королевы была предрешена, ее рука и сердце были обещаны наследнику французского престола Франциску. В 1548 году, в возрасте пяти лет, Мария Стюарт прибыла во Францию. Французский король Генрих II позаботился о наилучшем образовании для будущей жены своего сына. Молодая королева изучала французский, испанский, итальянский, древнегреческий языки и латынь, произведения античных и современных авторов. Она также научилась петь, играть на лютне и полюбила поэзию и охоту. 24 апреля 1558 года в соборе Парижской Богоматери состоялась свадьба Марии Стюарт и дофина Франциска. На момент свадьбы Марии было 16, а ее супругу Франциску 14 лет. Секретным приложением к брачному контракту королева передавала Шотландию королю Франции в случае отсутствия детей от этого брака. 10 июля 1559 года от раны, полученной на рыцарском турнире, скончался Генрих II и на престол Франции взошел Франциск II. Мария Стюарт также стала королевой Франции. Мария Стюарт также могла претендовать и на английский престол. Королева Англии Елизавета I по каноническому праву Римской католической церкви считалась незаконно рожденной, поэтому Мария, приходившаяся правнучкой королю Англии Генрихов VII Тюдору, имела право на английскую корону. Это обстоятельство еще больше осложняло и без того непростые отношения между Англией и Шотландией. В ноябре 1560 года молодой французский король внезапно заболел. В лем ухе у него образовался свищ и началась гангрена. Проболев менее двух недель, Франциск II скончался в Орлеане незадолго до своего 17-летия. Так как он не имел детей, на престол вступил его 10-летний брат Карл IX. 18-летней шотландской королеве пришлось возвращаться на родину, где в это время кипело противостояние различных политических партий. В то время в Шотландии началась протестантская революция. Большая часть шотландской аристократии присоединилась к восставшим протестантам и обратилась за помощью к Англии. В страну были введены английские войска, которые встречались с протестантами как освободители. Тем не менее, сторонникам королевы удалось на время утвердить ее власть. В 1565 году Мария вышла замуж второй раз за своего двоюродного брата Генриха Стюарта Лорда Дарнли. Мария понимала, что ее брак имеет большое значение, поэтому выбрала в качестве второго супруга Лорда Дарнли, красивого мужчины с прекрасной родословной и законными притязаниями на шотландские и английские престолы. Несмотря на то, что она восхищалась его внешностью, описывая Лорда как самого красивого и статного мужчины, которого ей когда-либо довелось видеть, их брак оказался самым настоящим стихийным бедствием, повлекшись за собой череду трагических событий. Новый супруг быстро открыл свое лицо, оказавшись заядлым пьяницей, грубияном, ревнивцем и гуленой. Результатом его беспорядочных связей стал сифилис. Один из самых трагических моментов жизни королевы Шотландии произошел мартовской ночью. Дарнли, подозревая Марию и ее секретаря Дэвида Ритсоу в интимной связи, буквально обезумел от ревности. В итоге у него созрел коварный и жестокий план. Ночью в личные апартаменты Марии ворвалась группа наемников, убивших Дэвида прямо на глазах у нее и ее придворных дам. Случившееся на долгое время повергло беременную королеву в шок. И этот жуткий инцидент она не могла забыть еще долгое время. Несмотря на то, что Лорд всячески отрисал свою причастность, его сообщники показали Марии его письменное согласие на убийство Ритсоу. Убийство секретаря королевы было делом политическим. Известно, что Ритсоу был агентом Ватикана, и через него папа влиял на политику королевы в борьбе с протестантами. Шотландская знать умело использовала лорда Дарли для устранения папского агента. Тем не менее, этот брак подарил Марии наследника сына Якова, окончательно нарушив этим хрупкий баланс сил в Шотландии. В 1567 году, при загадочных обстоятельствах, умер муж Марии, лорд Дарли. Произошло это тогда, когда королеву стало фактически открыто выражать свои чувства Джейсу Хэберну, графу Ботфиллу, который затем стал ее третьим мужем. Была ли причастна Мария к гибели законного супруга или нет, доподлинно неизвестно. Но ее противники обвинили королеву супружеской неверности и убийстве мужа, подняв восстание против преступницы и прелюбодейки. Армия Марии Стюарт потерпела поражение, а сама королева вынуждена была отречься от престола в пользу сына. Затем неизложенная королева Шотландии бежала в Англию. Лишенной короны, друзей сына, Мария Стюарт жила под наблюдением в Шепелдском замке. Смириться со своей участью она не хотела и попалась в ловушку, будучи втянутой в проукционную переписку, в которой речь шла о готовящемся заговоре с целью свержения королевы Англии Елизаветы I и возведения на престол Марии Стюарт. Переписка была представлена английской королеве, которая предала свою кузину суду. Английский королевский суд признал ее виновной государственной измене и приговорил к смертной казни. 8 февраля 1587 года в замке Фоттеренгей палач обезглавил 44-летнюю шотландскую королеву. После смерти Елизаветы I английский престол перешел к сыну Марии Стюарт, который стал королем Англии и Шотландии под именем Якова I. В 1612 году по его приказу останки матери были перенесены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены в непосредственной близости от могилы королевы Елизаветы. Субтитры создавал DimaTorzok